Девушки отдыхают Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Девушки отдыхают Под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. В тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того, старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Сам у него спроси. Он с кольца на свет выходил. Завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Брось, Дамир. Пусть учатся защищаться. В метро слабакам не выжить. Акрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебя вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, всё будет хорошо. Ты меня окончательно со свету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернёшься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Всё, не успокоишься никак. Упёрся, как баран. Сколько я тебе уже говорил о себе. Ты не думаешь, это ладно, твоё дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал? Она же тебя дураколюбит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушёл ради этого. И я тебя тогда понял. Хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдём, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите её сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть ещё раз, понимаете? Молодцы, всё же спасался. Артёму выучили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискую. А я, кто рад говорил, немедленно возвращайся в полис. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А, Артём? О, какие люди, Артём! Здоров, как бык! Но ты, брат, конечно, дал! Князь, поднись! Артёмыч! Как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, пардон! Ну, сейчас устроим пир! Артёмыч! Ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там кошмар, ну, лёд! Ну, ты как всегда! Да хватит вам! Оставьте парня в покое! Брат! С возвращением, Артём! Ладно, всё, разошлись. Даю вам два часа на всё про всё. Ура! Ха-ха-ха! Воно сейчас устроено! У меня как раз с собой было! Ну вот, начинать! Только, плиз, не как в прошлый раз! Держись, Артём! Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда Зимитр щёлкает! Да ещё и эти вон, красавцы! Летают там, каркают! Родной, пойдём домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит! Молчит, Артём, потому что умер! Загулялись мы, пора фильтры менять! Ну-ка, смени фильтр! Мало в больнице лежал! Отец меня убьёт, если узнает, что я с тобой пошла! А если узнает, что мы были в закрытой Ганзой-зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен! А у Москвы была самая мощная ПВО в стране! Если тут всё в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится! Так что тут наверху жизни нет! Наш единственный дом! Может, всё же вернёшься в орден? Переедем в полис? А? Отец квартиру обещает! Потому что, если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем! Так, давай по одному, чтобы не завалилось! Теперь ты! Самое худшее, пожалуй, позади! Чёрт! Слышал? 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 По пять! Стражи! Не цапнули? Отлично! Услышали, видно, что мы с крыши спускаемся и затаились! Мы унили, сварь! Давай, хуй, теперь вся рука знает, что внутри! Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держу Ничего себе метель Держу 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 Продолжение следует... 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 Они… Ты ещё кто такой? Артём! Сыромяк! Тревога! Ты как? Тревога! Стёпа! Артём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал полю! На тебе, сука! Не дёргайся! Идиоты! Да вам теперь по законам военного времени одного расстрела мало! Что это такое? Это… Широкополосный подавитель радиочастот! Глушилка! Москва не слышит никого! И Москву никто не слышит! О, нет, нет, нет! Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав! Тревога! Там не только Россия! Там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира? И мир от Москвы? Да потому что война всё ещё идёт! А вы как дети малые! Тревога! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет! Чёрт! Не стреляйте! А Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше! Оно вместе лежало! Я её умыкнул! Надо бежать, пока они не разобрались! Охрана! Вам надо пробраться через двор! Вон в те двери, откуда охрана выбегает! Быстрее, сюда! Идёмте! Кто вы? Гермак Андрей Иванович, машинист паровоза! Гермак Андрей Иванович, машинист паровоза! Бегите! Главное, приберитесь в Мангар! А там Бог даст свои лизы у вас! А меня не знает! Внимание не обратил! Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... Позже расскажу, надеюсь! Берегите себя! Ну где вы там? Е-Е-Е-Е-Е-Е..... Тёма, здесь враги! Подсади меня! Видно плохо, вьюга началась! Тёма, не забывай про датчик видимости! Если не то из них не лезешь на след, заметить себя сложно! И индикатор не горит! И фонарик не включай зря, могут заметить! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...